Музыка Я влюблена в Дзефирелли, и думаю, что и он тоже влюблен в меня немножко. Меня невероятно тронул тот факт, что за месяц до моего приезда в Верону мне позвонил маэстро Дзефирелли и пригласил к себе, чтобы мы могли поговорить о характере персонажа, посмотреть вместе костюмы, разобрать более точно его видение Дон Жуана. Думаю, что за все 23 года моей карьеры я не получал подобных звонков. Я был крайне взволнован. Именно благодаря Дон Жуану итальянский бас-баритон Ильдебрандо Д'Арканджело снискал себе славу одного из самых знаменитых исполнителей опер Моцарта. Дон Жуану Постановка Дон Жуана в амфитеатре Вероны – событие особенное, как для итальянки сопрано Карменджи Антизио, так и для албанца, тенора Саймира Пиргу. Оба они жили в этом городе, знают его и чувствуют по-своему. Честно говоря, атмосфера пугающая, особенно в начале. Ты видишь всех этих людей и должен петь перед ними «Даля Суопачи». Просто очень страшно. Потом, после трех-четырех первых секунд, привыкаешь и осознаешь, что все это огромное пространство перед тобой словно становится продолжением твоего голоса. И тогда уже пение приносит облегчение, и ничто тебя не сдерживает. Дон Жуан Моцарта – сложная история о любви и мести. Саймир Пиргу играет Дона Атавио, безнадежно влюбленного в Донну Анну. Еще один женский персонаж – Донна Эльвира – страдает от неразделенной любви. И жестокий Дон Жуан бросил ее. Мне нравится Донна Эльвира. Может быть, потому что чем-то похоже на меня. Очень страстная, ревнивая, даже немного одержимая. Я, конечно, не одержимая. А она так влюблена в Дон Жуана. В то время как на сцене кипят нешуточные страсти, вне театра актеры забывают о своих героях – совместные дружеские прогулки по Вероне. Дон Жуан с момента создания оперы в 1787 году никогда не ставился в здешнем амфитеатре. И вот впервые за более чем 200 лет город переживает легенду о великом обольстителе и злодея Дони Джованни. Крики и стоны, ужасы, жажда мести, мрак человеческих страстей, грация и обаяние музыки Моцарта. Лично мне сегодня Дон Жуан представляется персонажем, старающимся заглушить внутреннюю пустоту. То иступление, с которым он ищет внимание женщин, то неистовство, с которым он обольщает их – это попытка убежать от самого себя. Я думаю, что Дон Жуан есть в каждом из нас. Нужно лишь разобраться, в какой форме он у нас проявляется. Субтитры создавал DimaTorzok